Сергей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, какая ситуация сейчас на Херсонщине? Знаете, вот сегодня 90-й день войны и фактически 90-й день оккупации Херсонщины. И так сталось, что Херсонщина была оккупирована практически с первого дня. Единственное, что сам город Херсон оккупант зашел 1 марта, ну там спустя небольшое количество дней, но тем не менее вот с 24 числа можно говорить, что Херсонщина находится под оккупацией. Три месяца дались довольно-таки сложно и больно для каждого Херсонца. И каждый день оккупации это боль, боль и страдания. И каждого Херсонца, который находится на оккупированной территории, который выехал, который болеет за свою родную землю, за свои родные города, ситуация продолжает быть сложной. Окупант ведет свою, знаете, такую циничную политику, циничную политику одновременно запугивая, одновременно боруя людей, помещая их в подвалы, где пытают, где, знаете, к самым там таким сложным вещам прибегают, потому что мы видели и заявление Денисовой по поводу там и насилия, и убийств, которые происходят на Херсонщине. Одновременно с этим делая картинку, что Херсонщина живет мирной жизнью, как недавно организовывала. Вы имеете в виду российские пропагандистские каналы, да? Да, да, да. Одновременно с этим российские пропагандистские каналы делают картинку, что Херсон живет мирной жизнью и Гауляйтер, назначенный оккупантами, делает пресс-тур. Особо цинично, что в этом же пресс-туре российские военные стреляют и в сторону Николаева, разворачивают, стреляют в сторону оккупированной Херсонщины. Недавно так под обстрел попала Белозерка, где погибла Дарина Голик, это учитель английского языка. Двое детей погибло вместе с ней. Это, знаете, вот этот цинизм оккупанта в том, чтобы сделать картинку любой ценой. Это верх преступлений, верх военных преступлений. И так, знаете, даже мы тут не проговорим все то, что произошло за эти 90 дней, потому что каждый день какие-то тяжелые трагические события происходят на Херсонщине. И это все происходит в оккупации. Но, тем не менее, херсонцы не сдаются в этой ситуации. Вот Херсон сегодня проснулся весь разрисованный практически, где можно было в желто-блакитной расцветке. Вы говорите о Херсоне областном центре сейчас. Да, Херсон областной центр. Наши люди разрисовали желто-блакитными линиями в виде флага все, что можно было разместить. Словом, настроение обычного херсонца в сторону России не изменяется. Нет, не изменяется. И как бы оккупанты не делали гуманитарную кризис тем, что фактически заблокировано поставки и продовольствия, и медикаментов, и смертность, кстати, по многим заболеваниям хроническим выросла по статистике в четыре раза за момент оккупации, потому что люди не могут своевременно получить свой медпрепарат, который им жизненно необходим. Поэтому люди умирают и от того, что не могут таблетку, инсулину колоть и так далее. Оккупант не думает о людях, он даже не пытается обеспечить жизненно необходимыми медикаментами. Продовольствие у них вообще своя политика. Они низкосортное продовольствие с Крыма, белорусское, там непонятного происхождения. Сейчас заполоняют Херсонщину, а фактически блокируют поставки, ну, чего бы то ни было из-под контрольной территории Украины. Сергей Владимирович, вы упомянули о том, что Херсон был оккупирован с первых гей войны. А как вы считаете, это коллективная ответственность или личная? Вы знаете, вот я понимаю, что война. Я понимаю, что не на часе и так далее. Вот мне очень нравятся ваши посты в Facebook. Вы один из немногих, кто действительно освещает и пишет их даже с хештегами тех, кто не на часе. А коли, если не сейчас? И это правильно, потому что... Меня... Я не хочу там сейчас делать обвинения, но... Вот простой пример. Когда есть достижения наших вооруженных сил, то вот Арестович говорит, что верховный главнокоманд... Если бы не верховный главнокомандующий, то этих бы достижений не было, потому что он согласовывает все операции и так далее. А вопрос, что произошло с Херсоном, так тут не на часе. Здесь мы даже сейчас... Я считаю, что на часе. Я считаю, что на часе надо было бы все-таки узнать у руководителя избу, которого якобы отстранили. Но он находится дома, у него все хорошо. Ну и первого зама-начальника ВБ Украины также. Да. И понимаете, то есть нашли крайнего руководителя избу. Ну хорошо. Кто назначал руководителя избу? То есть когда происходит провал, то там где-то ищут каких-то руководителей. А как же мы за все ответим? То есть вот много таких вопросов. Я понимаю, что... Я понимаю, что сейчас у нас враг один, Путин. Я понимаю, что нам надо победить в этой войне. Я понимаю, что нам надо победить оккупанты. Но все-таки надо говорить и правду. Надо говорить и правду, почему так произошло. Надо все-таки было бы верховному главнокомандующему вот как-то отреагировать. Я же херсонец. Я четко помню, как за неделю до вторжения приезжал. Разминировали, да? И приезжала разведка, предупреждала? Нет, я не про это даже. Ну, про это говорят все. Вот за неделю до вторжения президент Украины был в колончике на масштабных военных учениях. Где он прямым текстом сказал, мы настолько подготовлены, что мы вообще ничего не боимся. Широкомасштабнейшие учения в колончике за неделю до вторжения. И за день оккупированная вся херсонщина ровно через неделю. Как? Ну, надо ждать вопрос. Надо дать ответ на этот вопрос. Надо. Поэтому, я думаю, что придет время спросить. Я понимаю, что разбалансирование политическое... Кстати, это игра, в которую вчера пустился 95-й квартал. Не хочу называть это офисом президента или кем-то еще. Это вот, по-моему, низкопробный сериал 95-го квартала. Очередная вышла серия сказок Медведчука. Ну, это моя точка зрения. И очень достойно... Ну да, вы знаете, я слушала эти пленки, и раньше, которые были освещены, по-моему, схемами. Да, он упоминает пятого президента. Но пятого президента мы нигде не слышим. И я с вами полностью в этом солидарна. Вот знаете, я сегодня даже хотел написать, напишу, наверное, чуть попозже. Очень достойно Петр Порошенко просто промолчал. Вот просто... Вот позиция вот лучше... Ну, это президент, за которого не стыдно. Когда дурачок начинает исходиться в агонии, то умный просто промолчит. Вот это вот абсолютно та позиция, которую я поддержал. Потому что в условиях войны обращать внимание на вот это вот истерическое шоу, которое было вчера закатано, ну, пройдет и это. К слову, я вас поздравляю с новым назначением, в новой команде. Как вам работается? Есть ли разногласия определенные? Или разногласия ставили на потом, после побег? Смотрите, вы знаете, что примечательно? Примечательно то, что, да, я советник главы военной областной администрации. Я продолжаю быть военнослужащим. Я нахожусь в командировке, когда мне надо выполнять какие-то функционалы, да, по военной администрации. Сейчас уже не военно-гражданская, а военная администрация. Там есть сильные изменения. Но я сразу предупредил, что я изменять своих политических взглядов не буду. Моя задача вот с первого дня войны – это победа. Я с первого дня войны, как бы там ни относились мои родные и близкие, многие меня осуждают. Многие, может, даже где-то терпят какую-то обиду на меня, что я взял автомат и ушел. Ну, мои родные и близкие, я думаю, меня простят в этом. Но если не будет нашей страны, то и не будет наших семей, не будет наших родных и близких, и не будет наших детей. Поэтому первая очередная задача была взять автомат и идти защищать страну. Своих политических взглядов я не менял и менять не буду. Я остаюсь военнослужащим. Да, надо дать вам должное, что вы постоянно держите одну и ту же линию и не переобуваетесь на лету. И не буду переобуваться. У меня есть мои позиции и есть моя глубокая убежденность. И я считаю, что вот с 2014 по 2019 год мы довольно-таки очень много сделали. С 2019, будучи в Верховной Раде, да, были ошибки. Ну, наверное, были, безусловно. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Понесли мы за них ответственность. Понесли, и это правильно. То есть каждый человек за свою ошибку должен нести ту или иную ответственность. С 2019 по сегодняшний день я являюсь депутатом областного совета. Я был в оппозиции, но я кричал, что вы делаете с терробороной. Зачем вы разваливаете то, что было создано при нас. У нас в Херсонской области была создана территориальная оборота. У нас в Херсонской области был абсолютно отлаженный механизм по всем районам администрации. Мы уже выходили на решение создания оружейных комнат в районных администрациях, чтобы по тревоге люди, которые состояли в терробороне, могли прийти в эту оружейную комнату. Ответственный открывал и раздавал оружие. Каждый занимал свои посты. Это были обученные люди. С 2019 года терроборону фактически распустили. Людей, которые это создавали, уволили. Назначили абсолютно другого человека, ответственного пенсионера, ответственного за территориальную оборону. Этот пенсионер понанимал своих друзей-пенсионеров для того, чтобы осваивать заработную плату. И все остальное просто закрыли. Они в бюджете на этот год, вот в декабре месяце, мы рассматривали областной бюджет. Знаете, сколько ставили на территориальную оборону? Сколько? Вот вы удивитесь. Ноль. Ноль финансирования на территориальную оборону. Я им поднимал статистику за три года, как они ее уничтожаты по финансированию. Даже выделялось финансирование и просто не осваивались деньги, осваивались только через заработные оплаты, а все остальные задачи территориальной обороны не выполнялись. То в последний год вообще ноль. Когда я говорю, ну вы подумайте, весь мир говорит о вторжении, весь мир говорит об угрозе, надвигается война, вы ставите ноль. Они меня послушали, поставили там какие-то копейки. Правда, потом уже буквально перед вторжением, когда уже, наверное, доходила вся критичность ситуации, добавили 2 миллиона. И сказали, это наше достижение. Я говорю, называйте это как хотите. Я ж не претендую на какую-то политическую славу. Я претендую только на то, чтобы мы могли защитить область в нужный момент. Хотите, будет это ваша инициатива? Пусть будет ваша инициатива. Я говорю, я даже промолчу о том, что я настаивал вам профинансировать эту статью расхода в областном бюджете. Вы, вы, мы проголосуем, мы поддержим, но поздно. Но деньги выделили. А началась война, ровно там через 3 дня, когда они уже, это поступила команда из офиса президента. Да, срочно выделяйте деньги, но это должны внести слуги народа. Да бог с ним, пусть слуги народа. Ну, внесли тогда, когда они уже не надо были. Их надо было вносить в декабре и с первых дней готовиться к вторжению в оккупанты. Ну, провал, провал. Кто виноват? Так, вопрос, вы говорите, провал. Не так давно Арестович в эфире у Фейгина заявил проебали. Проебали или слили? Как считается? Нет, нет, не слили. Я думаю, все-таки проебали. Вот он правильно сказал. Проебали, ну, смотрите, вот у меня, у меня, вот знаете, постоянно один и тот же вопрос. Не на часе, но проебали. Вот, а когда на часе проебали? Так что это некомпетентность, Сергей Владимирович? Профнепригодность, что за этим стоит? А это вот на всех уровнях сейчас происходит вот такая вот история. Наверное, мне кажется, есть среди вот новых этих там, новых облачь, в принципе, я согласен, что есть умные. Ну, согласен, безусловно, есть. Согласен, что есть специалисты. Но вот сама политика выстроена так, что все должны хвалить первое лицо. Вот должны все хвалить первое лицо. И иными словами, у нас будет как в соседнем государстве? Нет, у нас так никогда не будет. У нас так никогда не будет. Люди не дадут. У нас хотели они так сделать. И до войны уже, я так понимаю, эта эпоха заканчивалась потихонечку. То есть люди снимали там розовые очки. И как-то, я думаю, начиналось какое-то понимание. То, что было вторжение Российской Федерации. Ну, я еще раз говорю, мы должны выехать. Я не хочу ни в коем случае сейчас там разбалансировать то, что... Вот мы, находясь в окопах, находясь в окопах, у нас это средства общества. Вот окопы – это средства общества. Не парламент, окопы – это средства общества. Вот в окопе у нас были люди, которые говорили, ну, класс, молодец, Зеленский, молодец, Арестович. Это их позиция. У нас люди были... У нас даже анархист был, он говорил, мне все равно. Вот говорит, мне вообще все равно. Я считаю, что вот должна анархия... Он хочет Махновщину, да? Да, были и такие. Я же абсолютно из средства общества. Но, тем не менее, все говорили, они действительно проебали. А почему? Потому что каждый боится брать инициативу на себя. Вот выстраивалась такая вертикаль... А выстраивалась такая вертикаль, что вот настолько огромное самолюбие... Инициатива наказывает инициатора или почему? А там ставился вопрос, а кто тебе говорил это делать? Поэтому на всех вертикалях власти все ждали, когда им скажут с офиса президента, что им делать. И сами ничего не делали. Вот когда мы даем конструктивное предложение, они их все откидывают, говорят нет. Когда с офиса президента поступают, выделить срочно, выделить, но уже поздно выделять. У них нету стратегического мышления. Они не думают наперед. Они не знают, что делать дальше. Они действуют сегодня на вчера. А надо действовать сегодня на завтра. Ну вот и все. Это основной... Основной провал, основной провал, знаете, вот их часто называли ноунеймами, да. Я не люблю обзывать людей, и это не обзывание сейчас. Это, наверное, чуть более такая философская штука, что человек, который с именем и чего-то достиг, умеет сказать нет руководителя. Умеет сказать, я не согласен, это неправильно. И когда есть возможность, вот в команде, когда есть команда таких людей, тогда сильна команда. А когда все боятся сказать свое мнение и ждут только то, что им скажут сверху, вот это и порождают проебали. Потому что команда молчит и только ждет выполнения. А не советуют, не предлагают, не строят стратегических планов. Это вот как бы провал новых лиц. Вы упомянули о том, что Денисова перечисляла факты зверств, оккупантов, факты изнасилования. Я как мать не могу вам не задать этот вопрос. А как защитить женщин, детей? На оккупированных территориях? Да. Ну, мы же все понимаем, что на оккупированных территориях единственная возможная защита – это было своевременный выезд. Как раз женщин и детей. И в первое время женщины и дети выезжали. И это надо было делать в первую очередь. И надо было выезжать. Как это ни звучит, знаете, могут обвинять. Да, кстати, вот там мэр Калыхаев рассказывает, что где вы находитесь. А, кстати, где мэр Калыхаев, Сергей Владимирович? Херсон. Херсон. Нет, я говорю, где мэр Калыхаев вот сейчас находится? Он вообще есть? Потому что я его не вижу в информационном пространстве. Да нет, почему? Появился вчера, опять рассказывал. Опять нам интервью РБК давал, рассказывал о том, что все выехали, оставили Херсон. Один он молодец. Его не трогают оккупанты. А он остался с Херсонами. Как-то на расстоянии руководит городом. Хочет профинансировать парки Херсона, коммунальное предприятие. Это у него сейчас задача номер один. Вот в Николаеве, где мы находимся сейчас территориально, здесь нет клумб с цветочками. Это прифронтовой город. Поддерживается чистота, это правильно. Но при фронтовом городе, как бы в голову не приходит все-таки местной власти высаживать цветочки на клумбах. А у мэра Калыхаева это задача номер один. По оккупированным Херсонщине росли цветочки и пахли. У него главной задачей было еще фонтаны запустить на 9 мая. Вот он там спрашивал херсонцев, а надо запускать фонтаны или не надо? Ну, наверное, поэтому это один из двух мэров, которые не попали в застенки к оккупантам. Которые рассказывают про патриотизм, но тем не менее сделали такую плавную передачу коммунальных предприятий города и жизнедеятельности города. Для того, чтобы помочь оккупанту сделать картинку, что ничего страшного в оккупации нет. Посмотрите, цветочки растут, фонтаны. Ну, не запустились, сейчас запустятся. Все же хорошо, мы же тут мирно живем. Вот, я думаю, это устраивает и одну, и вторую сторону. И разрешено, наверное, рассказывать про патриотизм, не бывая в застенках оккупантов. Знаете, там один журналист очень красиво Калыхаеву задал вопрос. Вот вы такой молодец, вот вы проукраинские, говорит. А, наверное, далеко от вас, говорит, вот российские оккупанты и ФСБшники. Он говорит, да нет, вокруг, вот они 400 метров расположены. Сам даже не подумал, когда ответил, о чем он говорит. Ответы каждый найдет сам для себя, правильно? В этой ситуации. Сергей Владимирович, не могу вам не задать еще один вопрос. Не так давно разгорелся скандал между Кулебой и Денисовой, в котором Кулеба обвинил Денисову в том, что она в своем телеграм-канале дважды опубликовала местонахождение детей-сирот, которым до 5 лет. Последний пост даже сделала с переводом на русский язык. После этого расисты ворвались в церковь, вывезли детей. Дальнейшая судьба их неизвестна. Скажите, такого уполномоченного заслуживает народ Украины? Смотрите, я понимаю даже про какую ситуацию идет речь. Это детский дом, областной детский дом Херсона. Эти дети действительно в момент бомбежек находились вместе со своими воспитателями в бомбоубежище, видели этих воспитателей, видели, как воспитательницы как раз вот их защищали. Люди, когда даже подходили помогать, воспитательницы очень так настороженно, отойдите, отойдите, мы сами все... Потом они перешли в церковь и находились в церкви спустя некоторое время... А сколько у нас времени сейчас? 11.40, да? Да. Можем прерваться на 10 минут и переподключить? И эти дети действительно находились в церкви. Когда об этом сказала Денисова, ну, не согласен с Кулебой, ничего трагического не произошло. Молчать ли о этих детях? Нет, конечно, нельзя молчать. Денисова, я думаю, выполняла свою работу как омбудсмена, потому что она этим самым привлекает как раз международные благотворительные организации в том числе. И эти дети находились под опекой верующих. Я не готов сейчас сказать, какие... Какой конфессии? Да, не готов об этом сказать, не знаю. Но как раз это было привлечение внимания к проблематике этих детей. С этими детьми ничего не случилось. Эти дети переехали... Их не вывезли? Нет, они переехали в областной дом ребенка. Их никуда не вывезли. Я хочу сказать больше, дальше был сюжет как раз с этими детьми, вернее, не с детьми, а с воспитателями, потому что приезжала одна из депутатов Государственной Думы, какой-то заступник, даже, по-моему, не готов сейчас сказать ее фамилию, не помню, не запоминаю, не надо они мне. Приезжала в Херсон якобы проверить и подготовить на оккупированных территориях подготовку, не подготовить, а проверить подготовку к обучению по российским программам. И как раз она являлась ответственным по воспитанию детей. И Сальдо пригласил ее как раз в этот детский дом. Перед ее приездом заехали военные на БТРах в этот детский дом анонсировать о том, что приезжает высокопоставленный чиновник. Понятно, это у детей вызвало шок. На следующий день действительно приехали опять в сопровождении военных. Это чиновница Сальдо с гауляйтером. И Сальдо пытался в своей традиции, значит, там к воспитательницам подойти, приобнять, как вы тут мои хорошие. На что воспитательницы демонстративно отвернулись от Сальдо и от этой представительницы Госдумы, развернулись спинами и не проводились с ним никаких бесед, развернулись спинами и стали возле детей. Это был шок и для Сальдо, и для приезжей чиновницы. Но детей никто не вывозил. Они так и продолжают находиться в Херсоне. И я думаю, что Кулебе с Денисовой надо бы не публично выяснять отношения, а приложить все усилия для того, чтобы эвакуировать этот детский дом на подконтрольную территорию, либо в другую страну, пусть даже через Крым, но в другую европейскую страну для того, чтобы дети не находились под оккупацией. Но это же вы видели воспитательницы, а не детей. Роспропаганда показывала именно их. Нет, детей не вывозили. Они в Херсоне остались и остаются в Херсоне. Хорошо. И хотела бы у вас уточнить, какая ситуация на сегодняшний день с пассивной? Мы знаем, что Херсонщик – это одна из главных жительниц Украины. Зерно вывозят на территорию РФ, либо в Крым. Какая ситуация с пассивной? И вы известны аграрии в том числе. Как обстоят дела с вашим аграрным бизнесом? Мой аграрный бизнес закончился с момента оккупации. Вот я бы хотела, чтобы вы рассказали, как это произошло, если это не секрет. Ну, ситуация абсолютно простая. Окупант собрал всех агрария и сказал, что теперь аграрии работают в сотрудничестве с оккупантом. Заставили подписать договоры о сотрудничестве. Я, соответственно, такое не делал и делать не буду. Я нахожусь в вооруженных силах. И раз так произошло, значит так произошло. Менять свою совесть и независимость нашей страны на полковрыжки я не буду. Это моя позиция. У других, возможно, другая позиция. Поэтому мое предприятие не работает. Есть еще ряд предприятий. Я знаю тех людей, которые поступили так же. Окупант будет перераспределять эти предприятия между другими аграриями, которые согласились работать по их законодательству. В начале оккупант вывез большие остатки зерновых, которые находились у аграриев. И пытались это все, ворованное зерно пытались продать через Крым в Египет. Египет отказался покупать. Они выгрузили в Сирию. Сейчас они исправили эту ошибку, которую они сделали. И будущие урожаи, это я так называю ошибку, которую они сделали. Они не делают ошибки, они обворовывают их принцип. Сейчас они будут обворовывать более технически. Они заключили договора с теми аграриями, которые согласились с ними работать. Они все-таки у них будут выкупать продукцию. Понятно, что цены будут такие, которые они будут устанавливать. Но тем не менее у них будет происхождение зерна. И теперь международным организациям обвинить их, оккупанта, в том, что они украли, будет тяжело. Потому что происхождение зерна будет. Вопрос цены – это вопрос коммерческий. Здесь претензий не будет к оккупанту. Но оккупанты таким образом просто в очередной раз ограбят агрария. Ну, может, и правильно, потому что те, кто погнался за длинным рублем, в итоге останется у разбитого корыта. Но это на их совести, я думаю, что время все расставит на свои места. Сергей Владимирович, у вас математические склады ума, вы даже в достаточно продолжительное время были преподавателем математики. Хотелось бы от вас услышать прогнозы по деоккупации Херсона. Видите ли вы такую возможность и какие пути решения? – Однозначно вижу возможность такую. Нам необходимо и не хватает высокоточного оружия. И даже те все оборонительные рубежи, которые строят оккупантам, заливают бетоном и так далее, с учетом тех характеристик оружия, которые идут к нам, будут разлетаться, и бетон им не поможет. Сейчас все приковано к востоку. На востоке основные силы и противника, и наших вооруженных сил. Здесь, на Херсонском направлении, мы пока находимся, пока держим статус-кво. То есть основная задача – не пустить оккупанта дальше, он все-таки проводит атаки. Основная задача – усилиться вооружением. Мотивации военных больше, чем достаточно. Военных достаточный. В момент подхода оружия мы начнем наступление. Я прогнозировал наступление в конце этого месяца. Но вижу, технически не успевают пройти поставки этого вооружения, которое идет. Россияне все-таки по пути доставки тяжело сказать об этом, но достают иногда, разбивая наше вооружение. Хоть об этом молчат официальные источники, но попадает. Все равно, тем не менее, это вооружение доставляется. Как только оно будет сконцентрировано здесь, на рубежах, тогда начнется контрнаступление. Живой силы и мотивации больше, чем достаточно. Недостаточно высокоточного оружия. Вот оно придет, начнем наступать. До осени, я думаю, мы нашу родную землю освободим от оккупации. Сергей Владимирович, хочу вас поблагодарить за откровенный разговор, исполнение своего долга перед людьми, за ваш информационный фронт, поскольку даже самый обычный в условиях войны пост не оставляет равнодушным даже стримаусловым. Спасибо, спасибо. До свидания. До свидания.